всем привет сегодня вторник строю вот это это хозблок будет курятник под запчасти и дровяник это у меня в комментариях тут спрашивают хотел показать мои беседы только спрыгнула сидела на подголовнике я тут кручу трактор пораньше с работы ушел где маха то лиза маха где подтягиваю все все болты все гаечки головку маха я говорю слышала что я что-то запиздил побежала к машине опять мяу блять маха 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 лежать ляг лежать маха лежать Лежать, ляг, ляг, Лиза, Лиза, ляг, лежи, лежать, Лежать, ляг, ляг, Лежать, ляг, ляг, Лежать, ляг, я тебя даже поглажу я когда глажу вот так она постоянно я закусываю лирать маха постоянно пищит нитик маха ты нитик иди сюда иди ко мне маха иди ко мне что тебе не хватает любви и ласки ебаный ворот ты давай у меня не забалуешь с этим ебаный ворот наслаждайся пока а ты че блядь ревнуешь ебаный ворот я тебя погладил а насчет джесси и гнатьева гнатова че б я делал если б у меня колесо ну я так понял что если б колесо так то у меня в лесу много было иногда иногда ходил домой иногда не ходил домой но самое далеко откуда я ходил домой это наверное километров 15 на газоне я ездил за дровами когда ну газон мне подъебал что все не поехал один раз а так я все время доезжал сломанный хуёманый наехал это когда шестерню распредвала срезала она там текстолитовая и все но менял менял я по моему в лесу на следующий день так постоянно доезжал ремни слетали там натяжники эти разваливались ну вазик вазик тоже у меня герой тоже постоянно домой сломанный без карданов всяко с заклинившим передним мостом все время доезжал троил пердел даже со сломанной рамой ну не сломанная рама а с гнилой рамой у меня в общем рессора ну крепление рессоры задней туда провалилась ну загнул ее где гниль она прогнила до самого как жестянка стала и меня загнуло так я и то груженый доехал до дома и и митька тоже у меня в общем то герой в лесу в лесу я его а нет в делянке один раз прокладку под головой менял но тогда ко мне пристала не везучая полоса я как только заехал в делянку пилил на повелителя заготавливал лес ему я к нему как только заехал но это было всего один раз больше я на него никогда не пилил спилил я ему 500 кубов за два месяца и каждый день у меня была поломка у меня навеска другая была с той навеской я три года отработал и все нормально спилил не знаю ну тысячи три наверное кубов а тут вот поехал к повелителю и только приехал в делянку только приехал у меня заклинил подшипник в генераторе ну в общем я приехал его пригнал снял генератор сделал днем его вечером на следующий день поставил потом на следующий день в общем работал вот два месяца и два месяца постоянно что нибудь отваливалось вплоть до того что всю навеску порвал развалилась навеска вся колеса через день бортировал клеил прокладка под головой прогорела со сцеплением ебался там резьба кончилась на болту в общем постоянно ебался что нибудь а один случай был денег не было на заготовку я поехал себе сушняка спилить на кубов сто в общем работал три дня и за эти три дня ни одной поломки не было а заехал снова к повелителю и опять начались поломки с первого же дня первый день ну вот ехал во вторую делянку первый день после этого сушняка у меня прогорела прокладка под головой по дороге и в общем опять началась ебля с плясками вот с тех с тех пор я дал себе слово что повелителю я больше не пойду ну пока и не работал чисто на него работал в бригаде которая на него работает зимой сам не работал а да насчет колеса что там с колесом то если бы отвалилось колесо крушку забыл алмаха тут слушает мои высказывания если бы отвалилось колесо что бы я сделал там там остался чего но ветки привязывать разные смысла нету тут остался один болт хотя толку он погоды бы но я не сделал особо но одна резьба один болт я бы вывернул с того колеса и привернул бы к этому колесу сюда притянул бы вбил бы как можно сильнее и без напрягов бы доехал периодически подтягивая поддалбливая думаю доехал бы до дома ехать из делянки 10 километров до дома так что вот так что вот в общем то всем только вот задняя скорость у меня вылетала и давление маленькое было я решил пока работы нету вот капитале его но когда я его разобрал но двигателю вопросов нету сейчас все а давление маловато было и прокладка ну головку шлифовать надо было радиатор подтекал чуть-чуть к коробке претензий не было кроме задней а когда я ее разобрал посмотрел и думаю как она вообще ездила она вообще по идее не должна была ездить там резинкам пизда была а не вываливши были одна по моему стояла а трех не было ну подшипникам большинству пизда была болталась там все так что вот но я его я его купил за 40 тысяч в декабре 31 декабря 11 года и за 40 тысяч пригнал и вот все это время до того года работал на нем поменял менял только масло в двигателе в коробке и шприцовал его больше ничего с ним не делал на сцепление один раз поменял в тринадцатом году в тринадцатом году диск сцепление а еще там этот на сцеплении один диск в корзине был лопнувший вот его поменял тоже прокладка но прокладка смысл не было менять потому что голову шлифовать надо было ну я менял ненадолго в тот раз я ее руками шлифовал и видать не дошлифовал до конца еще отдавал в этом году на станок ну что Евгений думаю я ответил на твой вопрос насчет колеса поставил бы эту же ступицу вкрутил бы в болт вколотил бы только равномерно надо было бы вколотить ну чтоб не било и доехал бы аккуратненько до дому возможно даже бы на первой пониженной что там у меня маха перепенилась ты че маха маха как дела у тебя как дела а чем ты занималась пока меня не было пять мозги ебала нихуя не делала маха ты когда проебываться то перестанешь маха у меня охотница в кустах вон там мышей ловит да Лиза то Лизавета Сидеть 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 Лежать Ляг Лежать Лежать Ляг Ляг Лежать Молодец Ладно, на этом все. Наверное, буду дальше протягивать.